Продолжение следует... Я начинал свою карьеру в IT как разработчик сайтов. Я делал всякие разные интересные штуки. В интернете очень много всяких упоминаний, что я люблю Битрикс. Я бы очень хотел, чтобы все это оттуда было удалено. В процессе дальнейшего карьерного роста я стал техническим директором агентства NotaMedia. И как технический директор я задумался о перформанс-ревью. Почему? Потому что я очень любил своих сотрудников. Я очень хотел, чтобы они повышали свою квалификацию, чтобы у меня была более крутая команда. Вообще люблю технорей. И мне, конечно, хотелось, чтобы у них были понятные, прозрачные какие-то условия роста, которые бы разделялись как руководством, которое принимает решения о деньгах, так и были поняты и приняты самими сотрудниками так, чтобы это действительно происходило. И, конечно, я хотелось, чтобы если у них возникают какие-то затыки, какие-то проблемы в процессе построения своей карьеры, то они бы оперативно получали обратную связь, которая бы разлешала эти проблемы. Ну, то есть надо было получить такой документ, который бы работал и разделялся всеми участниками процесса. Идея настолько оказалась лежащей на поверхности, что ко мне с завидной регулярностью приходили коллеги из других веб-продакшенов, из других агентств, и начинали ее рассказывать в каком-нибудь боку. И, значит, такие, давай сделаем, и мы еще сверху накрутим какое-нибудь обучение, курсы, и вообще будет классно и вам, и нам, и всей отрасли. В общем, ну, прям вот надо было просто брать и вот-вот-вот брать и делать. Окей, как делать? Ну, начнем с первого, да, как бы начнем с вопросов там правил роста, как бы, как это дело построить. Ну, вот это из тех времен, значит, некий список навыков, которым можно было научиться, да, которые присутствовали в вакансиях. И можно было прийти к разработчикам и сказать, вот, товарищ, вот выучи вот это, выучишь, и, значит, будет тебе хорошо. Ну, естественно, разработчики такой, как бы, тезис поднимают на смех. Почему? Ну, потому что, что, весь PHP выучить или весь MySQL, он большой, ну, не получится, да, и, конечно, нужны какие-то, нужна детализация, нужно какой-то, какой-то способ, чтобы понимать, ну, вот насколько глубоко ты погрузился, а что конкретно нужно выучить, да, ну, нужно какое-то измерение осуществлять. Измерение, ну, это линейка, правильно? Значит, берем линейку, да, отмечаем на ней некий базовый уровень, с которого все начинается, ниже которого уж точно быть не может. Потом мы понимаем, что человек растет, человек накапливает опыт, и в какой-то момент количество переходит в качество. Мы можем назвать это состояние каким-то новым словом, и, ну, какой-то лейбл на это повесить, на это качественное состояние. Дальше мы понимаем, что он дальше набирает опыт, появляется новый качественный переход, и в конце концов он достигает такого уровня, когда он не просто владеет решением каких-то конкретных задач, он обладает общим видением ситуации в отрасли, и мы можем тоже как бы это как-то назвать. Но подобная схема тоже поднимается на смех, и внимательный слушатель может догадаться, почему. Ну, потому что тоже не хватает деталей, потому что вот это деление, оно очень спорное, да, как бы, а вот к чему он относится, вот человек относится вот к этому уровню, у него относится навык, или вот к этому, как это определить? Ну, как бы, издевле есть замечательный способ эту проблему решать, это экспертное мнение, да, мы выделяем какого-то руководителя, более опытного человека, он говорит, вот ты, значит, относишься к этой категории, ты относишься к этой категории, ты относишься к этой категории по такому-то навыку. Метод отвратительный, откровенно, потому что он математически, он абсолютно неточный, но бизнес-задачу свою он решает, и хотя он плох, но он нормально прокатывает, и его много кто использует и по сей день. Окей, допустим, это мы решили проблему. Поговорим о вопросе обратной связи, о том, чтобы люди получали ее. Ну, чтобы люди получали обратную связь, нужно, очевидно, иногда ее им давать. Ну, то есть устраивать некие встречи, ревью, на которых мы им даем какой-то фидбэк. Какой? Ну, надо, наверное, взять вот эту линейку, взять вторую линейку, вот все вот эти вот, которые мы обозначили, и, значит, сказать ему, вот такое-то у нас есть пространство, и ты там находишься вот так-то. С линейками сложно, поэтому мы можем взять такой термин, что-то типа матрицы компетенций, рядочками написать наши навыки, наши скиллы, по вертикали отложить деление, и сказать, вот товарищ, вот твои навыки находятся вот здесь. Сделали мы это в марте, дали человеку фидбэк, поговорили об этом, потом прошло какое-то время, мы занимались другими делами, работали, деньги зарабатывали, а потом наступает июнь, мы снова проводим перформанс-ревью, и наступает интересный момент. Мы внезапно для себя обнаруживаем, что навык, один из навыков улучшился. А это на самом деле наводит нас на очень интересную идею, что люди, они вообще способны эволюционировать, развиваться. А это значит, что в какой-то момент количество их изменений накопится такое, что мы сможем говорить о качественном переходе из одного состояния в другое, и сможем даже шилдик на это новый повесить. И для того, чтобы зарплата соответствовала рынку, мы, значит, ему повышаем зарплату, и он счастлив, потому что он может какое-то время не думать о деньгах, и всем хорошо, мы получили более компетентного сотрудника, он получил более высокую зарплату, всем хорошо. Ну, то есть кажется, что все отлично, все должно работать, и надо просто брать и делать. Но как бы хотели как лучше, а нарисовалось как-то так, и мне действительно стыдно вспоминать все те косяки, которые я допустил, когда я пробовал реализовать это в те времена. И я, наверное, не очень сильно хочу вдаваться в подробности, где я накосячил. Наверное, лучше расскажу вам о том, как я в результате это дело поставил, построил, и в том числе я расскажу как бы те нюансы, которые удалось выяснить, выяснить, и которые действительно привели к успеху, вроде бы, наверное. Итак, с 2018 года я работаю в компании Flant, и когда я сюда пришел, я снова задумался о performance review. Ну, почему? Потому что, во-первых, была проблема, что инженеры просто не знали, куда им расти. То есть вроде что-то делают, а что куда расти, как развиваться? Ну, непонятно. Ну, была какая-то такая проблема с вовлечением, с ощущением какой-то отдачи от работы. Ну, знаете, вот эти вот шутки про рабов на галерах, да, вот это вот. И тем не менее, несмотря на то, что им казалось, что их никто тут не ценит и не любит, а на самом деле компании очень нужны были более квалифицированные инженеры, и хотелось, чтобы люди росли, собственно говоря, куда-то как-то. Ну, так у меня же есть суперинструмент на этот счет. Я же знаю про performance review, я же что-то начитался и пробовал. А берем, значит, мы такие эти линейки с навыками, и нет, не берем их. Ну, потому что, когда я иду и разговариваю с реально компетентными, хорошими специалистами в компании, и задаю им этот вопрос про то, что давайте выделим эти линейки, мне объясняют, что их нет. Ну, то есть вот есть какие-то там гипотетические линейки с навыками, которые можно набросать, а есть люди, и они живут в разных пространствах, и эти пространства вообще не пересекаются. Ну, как? Что за люди такие? Как они могут вообще вот быть такими? А это такие, знаете, вот как у хайлайна было, что человек должен уметь планировать галактические вторжения, строить космические корабли, менять пеленки, растить огород. Вот все-все-все, вообще любые проблемы должен брать и уметь решать. Ну, похоже, что как бы есть тут что-то про тайное знание. Ну, то есть они что-то делают, но мы не знаем, что именно. Выяснить бы как-то. Я решил попробовать выяснить, а что же они там делают такого, что никто не понимает, что они делают. На момент подготовки этой презентации у нас в продакшене было порядка тысячи приложений. Это означает, что экземпляров этих приложений, так у нас еще есть стенды для тестирования, для разработки у наших клиентов, значит, экземпляров этих приложений гораздо больше. Это все написано на огромном количестве технологий. Мы не ограничиваем наших клиентов в стеке, на котором они пишут свой софт. И там действительно огромное многообразие. И как-то же люди в этом разбираются, как-то же они в это дело въезжают, правильно? Я подумал, а может там вот эти, как в математике, есть там 4-5 базовых принципов, и из них логически люди выводят все остальное. И вот просто из-за того, что это логически долго выводить, поэтому, наверное, уходит много времени на изучение человека. Люди же как-то решают же проблемы. Нет, это оказалось не так. Ну, то есть экосистемы действительно построены по-разному, по объективным причинам. И какой-нибудь PHP-ник никогда не поймет разработчика на Ruby on Rails, потому что в Ruby on Rails какой-нибудь сервер очередей написан на том же самом Ruby, на котором пишет этот разработчик. Он просто берет, открывает исходники и читает. А в PHP, PHP-шник, он никогда не поймет, что там в сервере очередей. Потому что в сервере очередей написано каком-то, о боже мой, C++, а он его не знает, он никогда не полезет туда. Это для него черный ящик. А Node.js-ник не поймет этих двоих. У него свои проблемы, у него бесконечных размеров папка Node.modules, и, в общем, они живут в совершенно разных мирах по объективным причинам. Их решения решают немножко разные проблемы. А еще все это с огромной скоростью меняется. Постоянно выходят новые фреймворки, постоянно выходят новые решения. И там, где у нас сейчас тысяча приложений, потом будет их больше, а в какой-то момент кто-то принесет супер-классную инновацию. Очень классный момент был, когда нам притащили блокчейн. А вот он только-только появился, к нам зашли клиенты с блокчейном, и нам надо было разбираться, а вот как это заставить работать. Потому что даже разработчики не всегда понимают. То есть у них там что-то меняется, у них постоянно идет какое-то развитие этого дела. Документации нет, ничего нет. Иногда приходилось выходить с ними прямо на связь, напрямую, чтобы понять, как запустить их блокчейн-разработку. И на самом деле картинка выглядит не так. Картинка выглядит как-то вот так. Она постоянно движется, она постоянно меняется, и там что-то постоянно перетекает одно в другое. И разобраться в этом очень тяжело. И то, что я увидел во Фланте, это ситуация сильно гипертрофированная. Ну, в силу просто таких специфик, как бы того, где мы и как мы существуем. Но на самом деле, если там 5 лет назад, я точно помню, что очень большая часть рынка была с компаниями, которые вот говорили, мы работаем в таком-то стеке, с такой-то базой данных, вот с таким-то фреймворком, и все, и ни с чем другим не работаем. То сейчас достаточно часто можно услышать от тех директоров фразы в стиле, но вы там все равно на этих микросеверсах пилите. Вот пишите на чем хотите, мы потом выкинем и напишем заново, если что. Они отпустили вожжи, они сдались в какой-то мере, они используют какое-то более общее управление, и проблема с диким раздуванием стека, она как бы нарастает, она как бы неизбежна. Поэтому я решил с вами сегодня поделиться тем, как с этой проблемой мы боролись, и как я считаю, что у нас получилось ее лишить. Итак, я решил задуматься, а что же я такого делал, вот когда пытался сделать перформанс-ревью, по сути, чтобы как-то отрефлексировать это дело, перепродумать, и может быть у меня получится что-то исправить к лучшему. Ну, во-первых, я что-то пытался измерить, потом я пытался поговорить с людьми о чем-то, и это должно было привести к тому, что они становились дико замотивированными, им становилось так интересно жить. Окей, поговорим об измерениях. Что я пытался измерить, зачем это было, и как это, может быть, надо было делать. Ну, измерения, линейка, на линейке, значит, берем, отмечаем здесь точечку или здесь точечку. Хм, то есть у нас этих линейок еще и несколько, на каждой из них мы отметили по точечке. То есть на самом деле нам нужно понять, во-первых, что за деление в нашем случае, а во-вторых, нам надо понять, что за линейки, в каких направлениях они направлены. Деление. И когда я задумался о делениях, я пришел вот к этой картинке. Вы ее уже видели. И я задумался, а все ли мне здесь нужно? И в какой-то момент я понял, что меня интересует только часть этой картинки. Вернее, даже не так, а вот так это происходит или вот так. То есть мне на самом деле важна скорость, с которой человек развивается. И это не линейка, это спидометр. Потому что мир у нас в последнее время что-то говорит о том, что он быстро меняется, он быстро развивается, и нам важно к нему адаптироваться, к новым фрейворкам, к новым вызовам. И я решил, что это интересная мысль, надо ее попробовать при оказии. И, в общем, считаем, что с делениями что-то интересное мы выяснили. Окей, переходим к вопросу векторов, потому что направление этих векторов мы до сих пор не знаем. Кстати, это не просто вектора, это вектора скорости. Значит, как ранее говорилось, не очень сильно понятно, что за линейки. Ну, то есть у нас же там тайное знание, и надо понять, как его сделать явным. Есть такой интересный прием для выявления тайного знания, это когда мы смотрим на какие-то следы, которые у нас остались. Вы знаете, как в лесу остаются следы, и по этим следам мы пытаемся понять, а что, собственно, происходит, что происходило, и как-то это пытаемся отрефлексировать. То есть фактически нам нужно найти следы, сделать так, чтобы у них были более четкие контуры, чтобы с этим как-то можно было работать, и как-то классифицировать, и понять, что вот здесь пробежала белочка, здесь пробежал волк, а вот здесь медведь, и он уже заходит сзади, и что-то с этим пора бы делать. Ну что ж, отправимся в темный лес. Сейчас я выпью воды. Отправимся в темный лес, но в темном лесу страшно, поэтому с нами пойдет вот этот товарищ, это Петр, знакомьтесь. Петр один из тем лидов, и он согласился провести со мной этот эксперимент, попробовать провести перформанс-ревью и сделать это как-то более качественно. Ну что ж, Петр, отправляемся в темный лес. Мы договорились, значит, у нас на календаре апрель, и мы договорились с ним, что в четверг мы собеседуем первого сотрудника из его команды, в понедельник следующего и потом следующего. Ну, поговорим о четверге. В четверг у нас Леонид, знакомьтесь, это инженер в команде, и мы решили, что первым будет Леонид. Петр, все ли у нас готово? Да, говорит Петр, все отлично, я все понял, понял концепт, понял идеи, понимая, что такое перформанс-ревью, ток в путь. Наступает следа. Да, завтра у нас перформанс-ревью. Я думаю, надо спросить, как дела? Человек же там что-то подготовиться должен, наверное, как-то ко встрече. Важный же момент. Все супер. И приносит мне тезисы, которые он собрался завтра рассказывать своему сотруднику, какой-то фидбэк. Ну, вот, например, вот такое великое высказывание. Или вот такое. А еще вот такое классное. Это вообще грех. Вообще нельзя плохо общаться с клиентами. Надо с клиентами общаться хорошо. И когда я на эти тезисы посмотрел, мне, конечно, стало не очень хорошо, потому что я себе представил на месте того инженера, которому дают вот такой типа фидбэк. И я понял, что, наверное, я не смогу ничего из этого вынести, полезного, ценного для себя. Блин, что с этим делать-то? То есть надо понять, почему вот как я дошел до жизни такой, что подготовка пришла к этому состоянию. И, наверное, нужно сформулировать для темледов какие-то правила, принципы, по которым им неплохо бы проводить подготовку, чтобы они сразу делали хорошо и качественно. Знакомьтесь, это мозг. И он причина того, что у нас что-то пошло не так. У мозга есть две офигительные черты. Первое. Он на самом деле плохо помнит детали каких-то событий за последний квартал. Ну, вообще он классный, но вот с деталями еще и за квартал нет. А второе. Он очень энергоэффективный. То есть делать нифига не хочет. А значит, как бы мне придется взять Петра и, значит, повезти его в темный лес самостоятельно. Что это значит? Это значит, что мы не только в мозг его залезем и попытаемся вспомнить что-то о сотруднике. Но и пройдемся обязательно по трекеру задач и посмотрим все задачи, которые Леонид делал за этот квартал. Ну, буквально по заголовочкам может быть. Потому что если Петр что-то помнит, что-то вызвало у него эмоциональный какой-то всплеск, то он вспомнит по названию. Аналогично мы можем пробежаться по слаку, по какому-то мессенджеру, да, и посмотреть, а что там происходило. И еще есть такие механики, когда один человек другому дает фидбэк в стиле, там, спасибо тебе за, вот тебе плюс две кармы за то, что ты мне помог с этой штукой. Или ай-яй-яй тебе минус пять кармы за то, что ты вот здесь накосячил, и мне за тебя пришлось два дня разгребать. Вот, мы используем слакбота Кормобот, и он весьма неплохо работает, в том числе и в этом плане. И кажется, что это очень много, но на первых порах действительно Тимли тратит порядка двух часов на то, чтобы вот все это дело проработать, собрать. Но по мере того, как он накапливает опыт и понимает, что он делает и зачем, время резко сокращается, и это уже становится не так страшно, эта подготовка. И если раньше он говорил фразы, ну, такие не очень понятные, то потом формулировки становятся гораздо лучше, они начинают опираться на факты, и уже это что-то, от чего можно отталкиваться. Окей, мы получили формулировку, базирующуюся на фактах, но все ли здесь хорошо? Ведь он мог делать эти задачи просто потому, что, может, задачи такие большие. Наверное, нужно, чтобы Тимли еще формулировал отдельно свои переживания на этот счет. Почему он считает, что этот пункт, он важен. Но, к сожалению, это происходит не так. Это происходит вот так. Тимли, кроме того, чтобы сказать, почему это важно, начинает рассказывать историю своей бабушки до третьего колена, и то, как он в свое время с этой проблемой сталкивался и лишал ее. Хорошо ли это? Я считаю, что нет, и я попытаюсь обосновать, почему люди, я считаю, что люди должны приходить к решениям самостоятельно. Потому что во время того, когда ты даешь человеку ревью, ну, какой-то проводишь ревью, очень важно, чтобы у вас оставался контакт какой-то, чтобы вы действовали в связке. И как же оно может произойти, да, что вы ему рассказываете про, значит, то, как это нужно решать, как у вас это было. А он думает, что за фигня, какое-то отношение ко мне имеет, я вообще не понимаю, при чем тут это все. Но вслух он этого не скажет. Вслух он говорит, да, 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 начальник, ты опытный, все правильно. А человек, не принявший фидбэк, важно понять, да, как бы принял ли он это, понял ли он это. То есть, вообще неплохо бы задать несколько вопросов, да. Первое, когда вы ему дали какой-то фидбэк, неплохо бы спросить, а что он об этом думает? Может быть, там есть какие-то факты, о которых вы просто не знаете, которые переворачивают всю ситуацию с ног на голову? А считает ли человек, что это вообще проблема? Может быть, он реально убежден, что делать долго задачи настолько простые, это ок. Ну, в силу каких-то жизненных своих обстоятельств он пришел к этому выводу. И очень важный еще вопрос, который показывает вообще готовность человека меняться, да, это, а что он сам будет делать? Потому что, если он на этот вопрос начинает отвечать какие-то конкретные шаги, то, очевидно, он принял эту проблему как свою личную. А если он начинает нести какую-то чушь общую, которую несложно отличить от конкретных шагов, то, наверное, все-таки делать-то он ничего и не будет. А чтобы что-то делалось, как бы, человек должен это принять, идею. И как только это произойдет, то уже после этого вы можете вместе искать решения и предлагать уже какие-то свои переживания, рассказы про бабушку и все остальное. Окей, с этим разобрались. И формулировки из таких стали, ну, примерно такими. с фактами, с каким-то отражением важности этого и с переходом на вопрос. И это, в общем-то, неплохо работает. Я подготовил для вас чуть больше примеров, ссылка будет в конце доклада. Почему вдруг я столько внимания уделяю какой-то нелепой теме постановки слов в предложении? Потому что проблема на самом деле была не только с Петей. Проблема была с каждым тем людом, который начинал проводить перформанс-ревью. И я не суперспециалист, который работал во всех отраслях в мире, во всех компаниях отрасли. Я не берусь про это рассуждать, но мне кажется, что этот опыт был бы вам, может быть, полезен. Окей, с подготовкой понятно, что у нас где-то уходило полгода на то, чтобы одного темлида превратить, ну, чтобы он подготовку начал проводить нормально, и это порядка 12 ревью ему понадобилось пройти для того, чтобы я действительно не переживал за подготовку и мог вообще в этом деле не участвовать. Наступает четверг, день ревью. Ревью мы проводим исключительно очно, исключительно общаясь лицом к лицу, никакой переписочки, никакой обмена документиками, нужно видеть человека, нужно видеть его реакции. Как я думал, это пройдет? Ну, сначала мы поговорим о каких-то общих вопросах, типа, как погода, как дела, как там у тебя, потом мы расскажем ему все хорошее, что мы хотим ему сказать, что мы выяснили, что он классного делал за этот квартал и что мы хотим, чтобы он продолжал делать в том же духе или даже лучше. Потом мы скажем ему о каких-то вещах, которые вообще ни в какие рамки, нарушение договоренности, ну, что-то такое, да. Потом мы обсудим какие-то вопросы, которые не очень понятные, и я очень сильно переживал, что темледы будут путать эти две вещи и будут как бы пытаться говорить, что вот это а-та-та плохо, а там на самом деле куча каких-то дополнительных фактов и лучше бы это обсудить. Потом, так как мы выстроили диалог и показали человеку, что мы договоропригодны, то мы от него реально услышим фидбэк о том, насколько его жизнь за последний квартал соответствовала его ожиданиям. И завершить мы сможем обсуждением его зарплаты, того, как она меняется в большую степень или остается прежней, да, и что ему нужно сделать, чтобы его зарплата выросла еще сильнее. Как вы думаете, что пошло не так? Какой из этих пунктов? Давайте. Все, первый пункт, что еще варианты? О птичках самое распространение. Считайте, что что-то пошло не так с птичками. С птичками все было отлично, а проблема показалась другом, что у Тимлида же есть план, и в общем он не дал инженеру сказать ни единого слова. Он просто рассказывал по своему плану. Как бы вот что делать в такой ситуации, да, мы что, диалог типа пытались выстроить? Да, ничего не делать на самом деле, надо перетерпеть и дать Тимлиду фидбэк тоже как бы в культурной форме. Сказать ему, запираясь на факты, что пошло не так, как это сделать лучше, почему это важно, да, как бы после уже непосредственно перформанс-ревью. Не надо лезть в процесс и как-то мешать. и понятно, что в четверг все будет провалено, в понедельник тоже все пойдет не так. И в следу, честно говоря, тоже не лучше. И по моей статистике, где-то с четвертого непосредственно перформанс-ревью действительно начинает уже проходить это более-менее культурно, как-то вежливо, и так, что инженер действительно начинает раскрываться и рассказывать что-то. Окей, давайте пробежимся по этому плану. Мы хотели несколько вещей сделать. Что там получилось-то? Мы хотели найти следы. Ну, да, у нас получилась куча записей с подготовки к ревью. Мы получили кучу записей с какими-то корректировками после ревью, с теми целями, которые мы еще дополнительно поставили, с какими-то новыми фактами. Следы есть, много. Очищены ли они, можно ли их разглядеть, их контуры? Да, мы отделили факты, мы отделили, но не потеряли личное восприятие, мы еще дополнительную инфу выяснили. С этим тоже все неплохо. Классификация. Где белочки, где котики? И тут, короче, все оказалось сильно сложнее, чем думалось. Потому что классифицировать-то оказывается, можно кучей разных способов. можно делить soft skills, hard skills, можно там как-то типа в плюс это человеку, в минус, или фиг знает, или это факты, или ошибочные гипотезы оказались. А может быть по размеру как-то пытаться поклассифицировать, типа вот это какая-то мелочь вообще сейминутная, а это прям из плана развития индивидуального на ближайшие два года. по-разному это все дело можно крутить. И ответ на этот вопрос у меня пока только такой. То есть я хочу знать. Мы продолжаем исследовать этот вопрос. У нас прошел только первый такой цикл проведения ревью в прошлом году и проанализировали мы только ту информацию. Сейчас это все продолжается и возможно через какое-то время я через годик-два я расскажу вам что из этого получится. Так, окей, что же дальше? Ну, понятно, здесь мы все завалили частично. Наступает август, значит, надо снова проводить, да, то есть назначить даты, прям забить, мы забиваем в Google календарик, чтобы было понятно. Готовимся. Во время подготовки важно не забыть про то, что в прошлый раз уже перформанс и было и там были какие-то записи, неплохо бы сравнить, а что произошло. Почему-то забывают об этом люди. И поговорить и повторить. Итоги. Внимательный служитель спросит, тут же что-то про перформанс было, где же тут перформанс то? Ну, действительно, мы пришли к тому, что мы не меряем какой-то общий глобальный перформанс, мы получаем индивидуальные показатели того, как человек развивается. Мы выясняем очень много фактов о людях, очень много деталей. И что очень важно, мы реально в какой-то момент поняли, отчего же мы от людей хотим. То есть вместо вот этого вот мы действительно поняли и смогли классифицировать те скиллы, которые мы от них ожидаем. И это оказалось достаточно интересно, потому что кроме того, что он должен быть увлеченным IT-технологиям, ну, очевидный факт, оказывается, он еще должен уметь концентрироваться, и это прям требование очень серьезное, без которого он вряд ли достигнет успеха в работе. А еще он должен понимать, естественно, не только свое локальное место, где он крутит гайку, но и картину в целом, зачем это нужно. Он же фулл стэк, типа. Вот. А еще он должен быть смелым и должен спокойно относиться к тому, что он что-то не знает, и как бы что нормально воспримут то, что он чего-то не знает. Это были топ-4 скилла. Естественно, есть продолжение. у нас все это дело как бы собранное, классифицированное по важности, и этот список он еще и пополняется. И мы получили портрет инженера, который повлиял на найм. Мы стали лучше понимать, кого мы нанимаем, кого мы ищем. Эта информация ушла в базу знаний, и возможно, когда-то из этого вылезет матрица компетенции, вырастет. Но что важно, эта матрица компетенции будет постоянно пополняться и постоянно обновляться действительно актуальными вещами. Окей, а что со скоростью-то? Ну, очень много тех поинтов, которые выносятся на обсуждение, они решаются гораздо быстрее, чем за квартал. Вот так у нас получилось. Ну, на самом деле не совсем так. У кого-то да, у кого-то нет. То есть у нас выделились очень четко люди, которым есть какое-то количество фидбэка и в принципе норм. Люди, по которым как-то очень дофига разных проблем и люди, которые прям адово перфомят. И это очень сильное как бы заметное развлечение. А что еще интереснее, вот это вот все, вот эти все факты, которые мы выделили, они на самом деле стали источником для того, чтобы написать что-то в базу знаний, потому что если у людей возникают проблемы, то Капитан Очевидность подсказывает напишите наконец-то нормальный гайд по этой теме, чтобы у людей проблемы не возникало. И так у нас родились некоторые вещи и это действительно начали описывать какие-то процессы и это действительно стало помогать людям расти. и да, тайное знание это огромная обширная тематика, но мы научились частично ее решать и те проблемы, которые у нас были с ростом людей, с вовлечением, они действительно полишались и люди стали чувствовать себя гораздо лучше и увереннее и действительно стали люди вырастать и это стало прозрачно и понятно. Отдельно отдельный момент, который был интересный это когда во время анбординга, когда начали возникать проблемы с новыми сотрудниками, то темледы начали спонтанно сами назначать ревью вне плана и как бы разбирать с человеком и помогать ему скорректировать как-то свое поведение и это было прям очень классно и очень здорово помогло в тех ситуациях когда человек мог раньше просто отвалиться уйти и я считаю что мы миссию свою выполнили ну по исключениям там нескольких интересных вопросов которые надо еще изучить нора оказалась гораздо глубже чем ожидалось и главный тезис который я смог сформулировать это то что сначала нужно в компании внедрить культуру ревью культуру коммуникации а потом уже внедрять систему оценки которая бы на всем этом базировалась это все спасибо за внимание ваши вопросы спасибо кто первый спасибо большое за доклад у меня возник такой вопрос вот вы обсудили там софт скиллы и так записано умение концентрироваться это достаточно такой сложный скилл ну как его оценить научился человек концентрироваться не лент вы как-то помогаете обсуждаете с ним шаги что он может предпринять потому что он такой я готов но хз как вы сказали да хочу знать как это сделать да да ну то есть понятно что как бы как раз таки вот какие-то моменты которые возникают ну зачастую люди просто сами формулируют у нас компания распределенная мы работаем на удаленке и это тоже вносит определенную сложность потому что не все могут просто тупо организовать свое рабочее пространство работать в отдельной комнате чтобы не отвлекали родственники ну вот вот эта вот история и часть истории с умением концентрироваться она связана с этим и мы просто действительно человеку объясняем там что-то кстати хорошая идея надо написать об этом статье оба дознания спасибо вот и как бы когда есть какие-то сложные моменты естественно либо я подключаюсь либо чар как бы вникая да как бы и мы пытаемся как-то помочь человеку либо тимлид да как бы ну уже полишать какие-то софтовые проблемы то есть получается какой-то индивидуальный план развития вот по этим ну после перформанс-ревью просто почему это идет ну как вот следующие шаги самому сотруднику да 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 и конечно нам бы хотелось прийти к ситуации то есть почему это еще построено так нам бы хотелось прийти к ситуации чтобы человек сам умел формулировать решение да как бы и сам эти проблемы решать а вы как-то будете прочекивать ну вроде того да то есть чтобы мы поставили как бы это именно процессы научили людей но пока что тоже в процессе посмотрим что покажет будущее хорошо спасибо большое Игорь ты еще выбираешь лучший вопрос да я в предстве помню у меня вопрос такой сейчас уже все научились более-менее сотрудники спрашивать что мне нужно делать чтобы получать такую-то зарплату что вы делаете в этой ситуации когда ну высокооплачиваемый человек уже я хочу плюс 50% какой у вас подход вот тут вот вот тут написано формализация изменений зарплаты вот это вот это вот те самые моменты это сложно это действительно сложно это должно быть завязано с каким-то стратегическими моментами по развитию компании и я сейчас есть какие-то мысли на этот счет но просто говорить там о том что у нас есть какой-то фреймворк решения не хочу пока сотрясать воздух просто так сложно действительно сложно да следующий да здравствуйте меня зовут Денис компания Мулави у меня вопрос такой что делать если все фидбэки они не развивающие а вот строго положительные отличный вопрос спасибо действительно бывают ситуации когда человек дико-адово перформит и тем лид может сказать такого боже какой он классный и тут надо его успеть схватить за руку и сказать стоп раз он такой классный и ты ничего плохого про него не можешь сказать это короче твой косяк потому что ты должен поставить ему новую очень высокую цель ты должен ему поставить новый прям уровень новую планку вот и вообще это очень радостно когда такие вещи происходят у меня происходили это прям класс спасибо есть вопроса привет я так поняла что у вас в компании справляются с тайным знанием ну то есть эта инициатива идет со стороны ну короче сверху вниз на вот этих вот встречах с работником как-то разговаривают и определяют там какие-то тайные знания ну если с этой точки зрения смотреть которыми он владеет но если сотрудник сам подозревает что у него могут быть какие-то тайные знания но типа как это определить в какой-то степени с какой-то степенью точности что да вот я чем-то обладаю и нужно это как-то кому-то передавать и я даже не знаю знает об этом кто-то еще или нет окей смотри во-первых у нас достаточно открытая культура коммуникации и коммуникации как бы короче дофига тайного знания тоже на самом деле гораздо больше потому что ну мы за прошлый год успели хорошо копнуть в софтовую историю но очень поверхностно прошлись по хардовой поэтому здесь не было списка топ hard skills ну просто мало статистики набрали я посмотрел на нее и решил что не буду ее включать ну плюс там достаточно много уровней вложенности и там своя сложность с этим а вообще то что ты спрашиваешь ну как бы это база знаний у нас она есть пожалуйста заходишь в гид делаешь веточку пишешь кидаешь мрчик вот это все ну то есть все задачи всегда и все навыки все-все-все-все-все по каждому человеку записывается базу знаний нет просто есть возможность свои знаниями делиться если я правильно понимаю то есть как бы ну это просто немножко другая тема не относится к можем потом поговорить собственно говоря следующий доклад после Игоря анонсирую как раз по базам знаний спасибо вот здесь вот вопросы спереди давайте я свой микрофон дам добрый день меня зовут Ольга вопроса у меня два значит первый вопрос я так понимаю что вы рассказывали о том что выстраивали модель компетенции ну по сути да ну пытался сначала да пойти этим путем у меня шкурный интерес потому что скорее всего в ближайшее время мне предстоит общение на эту тему с клиентом и вообще есть же базовые методы которые позволяют разрабатывать модели компетенции я сейчас их назову вдруг вы у себя применяли и вдруг у вас там были какие-то факапы или наоборот лайфхаки то есть ну часто применяют допустим анализ тех же самых факапов но называется критических концидентов то есть того что пошло не так и вот просят экспертов рассказать что пошло не так в общем глубинное интервью применяют сравнение сотрудников то есть вот это сотрудник хорошо работает вот этот плохо давайте посмотрим с экспертами тоже вот вы такое делали обычно это нет времени просто это первый вопрос и какие факапы случились а второй вопрос получается что ну вот время прошло два года да с тех пор как вы начали деятельность по формированию формализации этих компетенций и до момента того как поняли что скорость увеличилась а вот эти два года вы чем руководство мотивировали продолжать эту всю деятельность по коммуникации ну смотрите отвечая на первый вопрос как бы эксперты сказали свое мнение изначально по поводу всего что касается их инженеров они что инженеры вот такие вот и там нечего сравнивать там все отлично вот и с первым первый момент как бы ну короче что-то не может быть может быть мне не хватило знаний да как бы что-то использовать в общем ну не получилось вот соу-соу вот по второму вопросу как руководство все это дело восприняло на самом деле замечательно оно это дело восприняло потому что по если брать вот эти проблемы да то было прям очень хорошо видно что например с проблемой того что люди не понимали к чему расти и с каким-то вот этим эмоциональным напряженным состоянием типа мы тут рабы на галерах да и вот это вот все оно действительно начало сильно быстро спадать и это было сразу видно аналитику можно было вот общую аналитику саммари да как бы и вывести там какие-то топ скиллы да про вот это вот все на это конечно потребовалось время просто набрать статистику вот а эффект достаточно быстро был а руководство как-то это оценило поддержало как-то нет ну хотя бы не вмешивается в принципе понятно зачем это нужно отдельно ну как бы как-то как-то а зачем всем и так все понятно зачем это и что это игорь спасибо за доклад хочется все-таки мне вернуться к теме зарплаты у нас сейчас вот есть как раз таки такая проблема ну вопрос стоит да как привязать ну как на изменение зарплаты привязать может быть какие-то результаты перформанс ревью либо там результаты ну там измерения по той же самой по матрице компетенций то есть как-то формализовать вот этот вот процесс изменения зарплаты он такой знаешь ну сложный всегда разговор у вас есть такой опыт может быть очень сложный разговор давайте наверное вот потом потому что тут еще вопрос модели бизнеса и того как бизнес растет насколько у него быстро появляются новые деньги которые он может вливать в людей да и ну такое спасибо такой вопрос Игорь спасибо за доклад вопрос первый да наверное самый важный вы как-то формализуете и структурируете вот то что вы говорите про базу знаний следы фидбэков следы перформанс ревью как вы их сохраняете как там посмотреть что было два года назад хороший вопрос потому что обожглись с этим дважды первый раз обожглись у меня была мысль что типа эй сейчас мы быстренько сделаем какой-нибудь что-то типа CRM с заполненными полями и значит вот они будут прям вбивать и мы четко будем видеть как эти самые как элементы в базе данных да вот чтобы потом с этим это крутить может какую-то автоматическую аналитику закрутить облом потому что на самом деле фидбэк который вытаскивается из тимлидов он каждый раз ну короче он может отличаться для разных людей то есть у кого-то есть такое как бы там категория фидбэка у других нету ну там вопрос классификации очень сложный оказался поэтому проще plaintext поле большое которое заполняется значит и это отстрелило второй раз ногу уже двух ног нет значит а именно то что в результате огромное количество данных оказалось в гуглодоках раскиданных вот и слава богу у меня как-нибудь ко всем доступ есть я хоть смог собрать и посмотреть в результате мы сейчас используем чарли чар такой чарный софт там в том числе для этих самых для проведения ревью и всяких других штук и мы просто то есть там есть такая сущность как ревью и мы у него завели поле большое текстовый туда фигачи мы соответственно можем открыть человеку увидеть все его ревью и все что говорилось и вот это вот все вот это пока что оптимальный вариант ну аналитика вся вручную естественно спасибо большое и самый последний вопрос вопрос то есть как бы такой кто проводит анализ фидбэка для тимлидов вы вашей компании директор экспертная группа анализ фидбэка для что ну то есть тимлид когда проводит ревью он получает фидбэк от кандидата то есть как бы потом дальше вы анализируете то что он тимлид его то есть как бы фидбэк это та часть которая будет вот в следующий раз мы сейчас да ну начали мы с того что начали работать с инженерами в командах да и сейчас потихоньку эту практику распространяем на другие позиции на другие какие-то там вещи да на другие там может быть подразделения и там немножко родилась сейчас идея которая обкатывается про проведение ревью руководству команды там тимлид и пиэм вот если вы хотите услышать как сырых как бы сведений сырых взглядов не апробированных еще то давайте поговорим потом я так чувствую и говорю у тебя как раз будет достаточно большая аудитория в перерыве так что ловите хватайте почему учите игре дала тебе возможность сейчас сконцентрироваться и выбрать вопрос да мне очень понравился вопрос который меня навел на мысль о том что мне нужно что-то положить в базу знаний вот девушка кажется спрашивала про концентрацию то что это комплексный навык да вот я напишу статью спасибо это для вас подарок от организаторов вы выявили секретное тайное знание большое тебе спасибо за доклад за животрепещущую тему как выявить то чего люди не знают да еще и чтобы с этим работать это очень важно спасибо тебе вам спасибо спасибо